Здарова, народ! Добро пожаловать на анбоксинг прекрасной коробочки стартера новой Ереси. И что, долго не будем рассуждать, давайте-ка сразу посмотрим, что у нас там есть. Начинаем с того, что смотрим на эту великолепную, немножко подмятую, но тем не менее красивую, прекрасную коробочку. Кстати, сразу скажу, супертяжелая штука, прям тяжелая-тяжелая коробка. Но давайте, ладно, сразу же не будем рассмотреть коробку, что нам это неинтересно, открываем и смотрим, что там. Наверное, не будем смотреть на всю эту коробку целиком, богатство, конечно, это красиво, но давайте поочередно будем смотреть у нас, что у нас есть в этой коробочке. Первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, розги. Короче, стандартные классические розги пластиковые, которые у нас давно в старых наборах были, и потом их вывели, и теперь они вот вернулись. Вот такие у нас две идут, чтобы вы могли и себя, и своего друга порадовать прекрасным BDSM развлечением на 18 дюймов. Вот, ну если серьезно, это такая просто у нас измерительная линейка на 18 дюймов, которую можно использовать до того момента, когда вы не приобретете себе нормальную рулетку. Ну и, в принципе, это такая гибкая штука, ей ничего не страшно, можно ее даже вот пополам сгибать, зачем-то, не знаю, огибать что-нибудь, измерять. Ну, розги, ладно, фигня. Дальше идем, что у нас? Шаблончики. Шаблончики, это у нас старый достаточно еще набор, кто не верит, тот может посмотреть вот здесь вот, у нас четко здесь написано 98-й год. Да, то есть форма 98-го года, это те самые шаблоны, которые еще были у нас в стартере Dark Vengeance, только цвет другой. Тогда это был у нас ярко-зеленый кислотный, теперь вот такой вот оранжевый. В принципе, тем не менее, вполне себе удобные и хорошие шаблончики, они очень легко как бы ими измерять, потому что, ну, относительно, сколько легко измерять шаблонами, хотя бы потому, что они прозрачные, через них удобно смотреть, и их четко видно границу. Опять же, можно их, конечно, и покрасить, но не советуем, лучше оставлять прозрачненькими. С литников сражается без проблем, если что, и защищается без проблем. Но учтите, пластик немного нестандартный, если вы привыкли именно к таким пластиковым наборам, вот именно, которые у нас солдатики-солдатики. Здесь другое, здесь такой глянцевый и немножко похожий на стекло-пластик, который, скорее, более ломкий. Но сломать шаблоны эти надо постараться, это, скорее всего, руками так пресса-бамы делать. И переходим к пластику, и первый у нас на очереди, это первый претер у нас. Это претер, который у нас жирненький, с топором. Все здесь наборы, если что, сразу же можете обратить внимание, 21 года отпечатки, ну, то есть, точнее, 21 года формы отпечатка может быть и более новая. Но, тем не менее, что у нас есть у этого претера первого? Во-первых, он у нас здоровый, учтите, то есть, его размер тела достаточно крупненький такой. Но у нас здесь по деталям достаточно просто все, но, тем не менее, прикольно сделано. То есть, у нас есть самая главная такая крупная часть, это плащ. Он у нас состоит из четырех деталей, то есть, основной плащ и вот эти вот три кусочка, которые вклеиваются в него. Швов плюс-минус не должно быть видно, вот разве что вот это вот место, вот тут вот могут остаться швы, но их можно, в принципе, затереть, не проблемка. Также у нас есть такая вот маленькая кусочечка для оформления баски, само тело, правая рука, левая рука, соответственно, у нас вот здесь тоже есть. Топорик, который в них вставляется, две ноги, два наплечника, причем учтите, что наплечники, этот еще более-менее нормально, вот этот вот. Но вот этот наплечник, он, если, как бы, вы хотите использовать его отдельно без плаща, вряд ли получится, потому что, видите, здесь куска не хватает его, потому что он, как бы, под плащом, на самом деле, находится. Также он здесь грудина, красивая грудина с всякими висюльками на ней. И вот здесь у нас есть рукоятка от пистолета, от археотека, он у нас здесь, собственно, клеится вот сюда. Также у нас здесь вот эти две такие есть штукенции, они у нас клеятся спереди тоже на него дополнительные висюльки. Дополнительные здесь также у нас какие-то тут магазинчики или, точнее, это какие-то две сумочки. И бэкпак, бэкпак, причем, обратите внимание, он, ну, такой крупный, как у всего МК-6 сейчас, плюс здесь такой своеобразный что-то типа трофипака. Ну, в принципе, это не что-то типа, а это и есть трофипак, но при этом такой с имперской какой-то стилистикой. Помимо этого у нас здесь есть вот такая вот горжетка, не забывайте про нее, ее надо вклеивать, причем, надо клеивать желательно вот здесь сюда, вот изнутри, вот тут вот, ну, и также здесь есть такие у нас щитки на ноги и на руки, которые клеят, соответственно, на бедра, вот тут вот, вот сбоку на бедро и на руки у нас вот, вот прямо они вот сюда вот просто и клепятся. И две головы, что важно, тоже две головы, есть у нас вот здесь вот головешка в респираторе с хохолочком и вот такая вот головешка просто с корву с шлемом. Причем, учтите, кстати, что шлемы здесь находятся не на таких стандартных полукруглых шеях, а на таких скосах, что у них четкая есть позиция, вот, можно здесь вот здесь увидеть, здесь четкая позиция, то есть, если вы захотите использовать какую-то другую голову, возможно, чуть-чуть придется повозиться, хотя, в принципе, не проблема, по идее, ее будет воткнуть. Это у нас, что касается первого претра, теперь переходим ко второму. Вот такой вот у нас второй претер, заметьте, что спинка у него такого же размера, на самом деле, как и у первого, то есть, они в размерах, на самом деле, одинаковые, просто из-за плаща кажутся немножко разными. У него здесь, что есть в наборчике, это грудина с таким вот своеобразным табортом свисающим, хотя это не табор, а просто висюлька, по идее. Вот такая вот штука на пояс, то есть, объемная деталюха с черепочками. И также, тоже у него, учтите, есть гаржетка, которую надо вклеивать, как бы, до вот этой вот детали, иначе предстут модель разламывать достаточно сильно. Плащ, здесь у нас уже односоставной, тоже красивешный, два наплечничка, тоже штука на базу, которая лепится, две ноги, тоже как у предыдущего. Бэкпак, в этот раз, конечно, не так масштабно смотрится, потому что он здесь, как бы, вот этот вот трофипак, он такой, ну, небольшой достаточно, все-таки достаточно небольшой получается. Также две башки есть, то есть, одна у нас в корпусе, и одна непокрытая, красивешная, усатая. Но это, правда, очевидно, что сделано под, у нас, детей Дорна, так сказать, но, правда, можно, конечно, и другим легионам, наверное, волкам, кем-то, может, она подойдет по стилистике. Но остальным, наверное, может, не очень, из-за своих шикарных усов. Вот, и также у нас, не забывайте, что у нас для головы сразу же две части украшения идет, то есть, у нас есть вот этот вот хохолочек, да, вот этот вот, и у нас также есть вот этот вот, как это называется ее, хвостик, хвостик, вот такой вот хвостик у нас здесь есть. Два щитка, вот таких вот, на одном, причем, красивый ремешок, такой перемотан, и у нас есть вот такая вот, вот такая вот, вот такой вот мечик, вот такой вот мечик, со свиточками, которые дополнительно вешаются на него. И, конечно же, самая главная часть, ну, ладно, не самая, прежде чем не самая главная часть, это у нас валькиточка, валькитный пистолет, вот такой вот, он у нас состоит из двух деталей, вот ему здесь маленький вот этот кусочек ствола еще приклеивается, но, в принципе, красивейшно выглядит. Ну, и самое главное, это, конечно же, меч, вот этот вот меч, обратите внимание, вообще просто, уф, самый лучший, наверное, меч в этом вообще, в принципе, в этой коробке всей, ну, ладно, их не то, чтобы здесь много, но выглядит, конечно, офигительно, просто красиво, при этом он, на самом деле, достаточно прочный. Стоит вообще отдать должное всей коробке, сразу скажу, здесь все достаточно прочно сделано, выглядит красиво, вот, как бы и красиво, и практично, то есть, ломать меч будет не так уж, что и легко, вот, ну, и он выглядит, конечно, классно вот с этой прорезью в центре, то есть, как бы, знаете, сурок режете, и, чтобы он не прилипал к ножу, нужны на нем дырочки такие вот, вот, только по этой причине здесь на эти дырочке находятся. Вот, на этом мы с чарктерами заканчиваем и переходим к основным пешим моделям. Основные пешие модели состоят, на самом деле, у нас, вот, из таких вот наборов, то есть, у нас здесь идет два литника и один вот такой вот апгрейд пак, таких наборов у нас здесь 4, то есть, у нас 8 вот таких литников, они одинаковые, сейчас объясню, почему, и 4 литника вот таких, того у нас, получается, 40 пеших моделей. Все мы не будем смотреть их, потому что они все буквально в смысле одинаковые, да и эти два вот опять же мы не будем смотреть, потому что они одинаковые. Почему так сделано? Ну, вот так вот решила ГВ, потому что у нас хоть и десятками собираются отряды, тем не менее, в них одинаковые вот такие вот тушки. В принципе, можно собрать их, тем не менее, ребят более-менее разнообразных попытаться, так что это не сильная проблема. Что у нас здесь на самих вот этих вот литниках находится? У нас здесь есть туши сами ребят, 5 штук со спинами. В принципе, позы достаточно интересно сделаны, то есть они такие как бы или бегущие, или стоящие, при том, что в отличие от старых марок, они такие как бы более динамичных позах, как мне кажется, сделаны. У них есть, соответственно, бэкпаки, правда здесь без всяких изыска просто стандартные абсолютно бэкпаки. Интересно, что у них крепеж отличается от старых, если обратить внимание, но от всех видов тех, которых у нас были до этого старых, я имею в виду, потому что здесь такая вот как бы колбочка на спине вот такая вот есть, видите. И у нас, соответственно, на бэкпаке тоже вот такая вот ответная колбочка тоже присутствует. Ну и бэкпак сам достаточно крупный на самом деле, то есть он как бы плоский, да, он плоский, но при этом он достаточно сильно вытянут. Также у нас здесь 5 наплечничков стандартных, просто таких вот плоских, без кантов и 5 наплечничков вот таких вот с пупырками. Причем, обратите внимание, все с пупырками, видите, они составные, то есть из двух частей склеиваются для того, чтобы, сделано так, чтобы отпечатывать пупырки более объемными. А не под углом, тогда бы они были какие-то немного не такие, скажем, не круглые, а скорее вытянутые. Минус из этого, разве что я вижу здесь в том, что сменных наплечников у нас здесь нет, и, соответственно, если нам пупырки не нравятся, нам придется искать где-то еще эти наплечники. По болтерам, ну и рукам, ну руки здесь достаточно стандартные, но болтеры, что интересно, сделаны очень у них прикольные прямо-таки, как скажем, позы пальцев, правильнее будет сказать. Потому что, если обратить внимание, особенно вот на этот болтер, очень прикольно выглядит, как у него здесь пальчик ложится именно на сам болтер, а не на спусковой крючок, что очень важно. То есть, он здесь у нас не на тригере лежит, а так вот, типа, он не готов стрелять в этот момент, и поэтому в безопасной позиции держит свой палец, а не теребитом ничего. Вот, и даже вот эта вот левая рука, видите, она тоже очень прикольно сделана, то есть у нас такие пальцы не просто вот такая ладошка закругленная вот так вот просто держит, а они как бы более естественной позиции, такой полурасслабленной, это прям красивично. Также шлемы, у нас здесь есть стандартные шлемы, ну вот эти корвусы, раз, два, три, четыре, пять, понятное дело, плюс у нас есть вот один такой нестандартный для сержанта, вот такой вот. У него здесь вот такая писюлечка сверху, это потому, что здесь подразумевается закрепление хохолка, его вам чуть попозже покажем. Вот, ну и есть, естественно, непокрытая башка. Стоит, кстати, отметить, что корвусы здесь, в отличие от старых корвусов, чуть-чуть короче. То есть, нос, я не знаю, будет ли вам это видно, если в профиле покажу, но нос не такой же длинный. И немаловажная часть того еще, что здесь есть на литнике, это у нас здесь есть пила-байонеты, у нас здесь вот пять штук, их ровно под каждый, собственно, болтер можем налепить. И на этом литнике у нас, собственно, все. Это у нас здесь пятерочка такая собирается, ну, соответственно, десятка, на самом деле, здесь у нас собирается. И дальше у нас есть вот такой вот апгрейд пак. У нас здесь что есть? У нас здесь есть обычные байонеты, то есть штык-ножи, если говорить по-русски, вот такие вот обычные ножики. Также у нас здесь есть для всех тоже, и причем ножиков 10, у нас здесь есть 10 пистолетов-кабура, тоже, которые наклеиваются, плюс всякие апгрейды красивенькие, типа вот там гранатки, еще какие-то гранатки, какие-то подсумки с гранатками, просто подсумки, в общем, куча всего. Также какой-то вот ауспекс тут у нас есть. И вот здесь, например, у нас какие-то свиточки присутствуют, свитки, какие-то вот на смель-то бомбы, типа, какие-то там противогазик, который висит просто так. И у нас также есть именно уже такие более функциональные штуки, типа, у нас есть две башки, вот такие вот, видите. То есть у нас здесь сержант с непокрытой головой есть, у нас есть такой вот тоже, наверное, это сержант должен быть или какой-то радист с визорами в противогазе, прикольно сделанный. У нас здесь есть такая вот хренота, которую можно крепить на бэкпак, чтобы сделать его прям уникальненьким, тоже с видером, с антенкой, с черепочком. У нас здесь есть этот вот хохолочек, видите, это для сержанта, как раз то, что я говорил, вот на этом шлеме. У нас здесь есть вот такой вот выступ, здесь он вклеивается, то есть у нас получается такой вот, как вот, центурион своеобразный. Также у нас здесь что есть? Мечек, такой вот просто power sword, но в принципе красиво выполненный, простой, но элегантный. Мне в принципе нравится, как он смотрится. Плазма-пистолька, вот тут вот у нас одна плазма ересевая и у нас здесь есть составной кулачок. То есть у нас здесь есть вот эта основная часть кулака, руки, с обратной стороны, как видите, здесь нету пальцев, потому что пальцы у нас идут отдельно. Вот у нас здесь 4 пальца вот эти и противостоящий большой палец у нас находится вот тут. И если мы хотим из этого собрать еще и коготь, когти точнее, то мы сверху вот лепим вот такую вот конструкцию из когтей. Оно просто лепится вот сюда, вот, то есть берем вот эти вот когти и лепим их вот сюда. И оно как бы у нас все готово получается. Это, собственно, у нас есть, из этого у нас собирается тактичка. Таких, соответственно, наборов у нас вот из двух таких литников и одного такого в комплекте идет 4 раза. То есть по 4 раза повторяется 8 таких, 4 таких. Для наглядности, просто для красоты вам покажу, смотрите, много, 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 очень много, очень много, вот, очень много вот таких вот литников, как видите. Следующая новиночка у нас, конечно же, здесь это контемптор новый. Что здесь интересно, здесь литник ровно разбит так, что у нас здесь есть, как бы, скажем, ходовая часть его и вооружение. Давайте посмотрим по ходовой части. Ну, здесь, на самом деле, нечего такого интересного показывать, хоть и набор интересный, здесь у нас полностью можно позы менять, но здесь мы можем посмотреть, что у нас здесь есть. У нас здесь, соответственно, кусочки корпуса, например, расположены здесь, вот эти две, например, вот эти передних листа. Вот здесь у нас спиночка, где-то у нас, вот тут у нас выхлопы. Это у нас куски голени Вот у нас ноги собираются У нас есть вот такие вот носочки У нас есть вот эти вот голени И у нас есть вот здесь вот бедра Бедра состоят вот тоже из двух частей, склеиваются Они клеятся, соответственно, к тазу позже У нас вот здесь вот кусочки таза И вот к этим частям клеятся у нас бедрышки Вот это вот тоже кусок Вот это у нас кусочек жопки Это у нас кусочек наоборот переда Это у нас крыша Это тоже кусок крыши Также у нас здесь вот, например, ракетница составная Есть вот эти две деталюшки Здесь единственное оружие, кстати На всем этом у нас литнике Вот это, кстати, тоже кусок ног И у нас здесь также есть головы Хотелось бы сказать, но это одна голова То есть она склеивается с двух половинок Вот отсюда и отсюда И по большей части, на самом деле, для всего Как бы это все То есть да, у нас здесь куча-куча деталей То есть да, вот, например, лобовуха Здесь у нас вот эти вот кабели, которые есть Которые в корпусе находятся Но, по большей части, это все у нас Как бы просто, видите Ну, то есть это просто обычные утилитарные детали Здесь такого, ну, прям, чего-то интересного Прямо сказать или показать нельзя Что, в принципе, не скажешь уже Вот о втором литнике Здесь уже становится интересней Почему? Потому что здесь у нас, собственно, все вооружение С плечами идет Хотя, кстати, забавно, что щитки Вот у нас тоже здесь стали составные, кстати То есть у нас, видите, вот сам этот Как бы передняя часть щитка Наплечника А вот здесь от него боковинки идут То есть оно как бы склеивается из нескольких частей Что у нас здесь по вооружению есть? У нас здесь есть линкованная ласка Раз У нас здесь линкованная автопушка Два У нас здесь линкованный хэви болтер Вот тут у нас получается Из... кажется, что их четыре Но на самом деле нет их два Всего лишь То есть один линкованный Мультимельта И это именно из стрелкового вооружения Все Именно из основного То есть у нас здесь есть куча деталей Которые клепятся здесь вокруг То есть, например, вот это вот кусочки От мультимельты На ствол Которые налепляются Здесь у нас есть вот атласки Куски стволов у нас здесь есть куски стволов от автопушки тоже который к ней клеится вот у нас есть такие вот как бы визоры которые крепятся на это оружие вот здесь вот так сидят автопушки кусочек но у нас конечно же здесь есть части плечей важно это вот эти вот эти которые из них собственно ну это кусок просто плеча фактически есть видите на него прямо на плечник одевается но самое интересное здесь еще наверное это рука именно кулачок то есть у нас две вот половинки кулачка здесь вот здесь его как бы сама ладошка и у нас здесь есть пальцем у нас есть пальцы вот такие вот обычные скажем пальцы и есть вот такие вот когтистые пальцы видите их тоже здесь четыре штуки и четыре штуки таких можем собрать так можем собрать так и у нас есть есть оружие которое встраивается внутрь вот этого кулака как было то То есть, видите, у нас здесь дырочка, в нее, соответственно, изнутри мы вставляем. У нас здесь есть плазма для этого, внутри вставляем. У нас здесь плазма, мельта, хэви флеймер, штурмболтер, ну, вообще, комби-болтер и графушка. Вот это у нас все, что вставляется внутрь. И помимо этого, здесь, видите, еще куча всяких там мелочевки, которые так или иначе для этих наборов предназначены. То есть, например, вот это вот для у нас спаренного хэви-болтера как раз. Барабанный магазин, такой прикольно выглядящий. Ну, и там некоторые такие не столь значительные детали. Это вот кусочки локтя, например, и все с этим связанное. В общем, контептор хорошая. То есть, из него можно собрать самое, что важно. Не так важна закачка, которая у него есть. Как важно то, что его корпус, по сути, позволяет вам собрать его абсолютно в любой позе. Это немножко усложняет сборку, но при этом он и выглядит, конечно, будет интереснее. То есть, вы можете сгибать его во всех суставах, как вам угодно, и делать его каким-то интересным. Возможно, даже ходящим на руках вы его сделаете, если вы особо упоритесь, конечно. Но тут, как бы, кто мы такие, чтобы вас в этом обвинять. Что ж, идем дальше. Смотрим, что у нас тут еще есть. Опять же, два абсолютно уникальных, два абсолютно одинаковых литника здесь у нас идут с терминаторами. Можем один убрать и посмотреть, но подробно мы, наверное, разбирать их не будем. Мы сейчас пробежимся просто, потому что у нас есть анбоксинг на канале, потому что это единственный старый набор здесь, который у нас находится. То есть, все у нас литники здесь 21-го года, а этот у нас, напоминаю, 2014-го. Можно здесь вот так вот увидеть, если вам здесь видно будет. Вот, что у нас здесь есть? У терминаторов тушки спинки, тушки передок. Причем, почему 6 передков? Потому что один из передков у нас, естественно, для сержанта подразумевается. У нас ножки 5 штук составные. То есть, всегда, видите, одна нога вот здесь у нас отдельно находится. Клавсы. Если хотим, можем всех собрать с клавсами. Есть пила-кулак-пила-кулак. Есть обычный кулак, например. Вот тут тоже кулак есть. И куча-куча шторм-болтеров. Вот здесь мы можем собрать кучу шторм-болтеров. Точнее, комби-болтеров. Причем, из них легко можно, в принципе, при желании сконверсить именно болтер-комби, в смысле. Вот. У нас здесь есть гранатометики. Вот здесь такой гранатометик сверху, который ставится. Куча наплечников. Здесь у нас раз, здесь у нас два. Видите, они все здесь сверху ставятся. И у нас здесь есть также переха одна. Правда, всего лишь один метчик. И один хэви-флеймер. Вот. На этом, в принципе, набор у нас и заканчивается. А, ну и смешные здесь головы. Потому что они утоплены в корпус. То головы здесь, как видите, такие достаточно низенькие. Вот. Выглядит, поэтому это достаточно забавно. И на этом, собственно, эти литники заканчиваются. Таких у нас десяток терминаторов. Жалко, что это старый, конечно, набор. Но, как бы, что есть, то есть. Опять же, за подробный онбокс можете поискать. У нас на канале он есть. И мы переходим к самой, наверное, возможно, интригующей вас части. Unbox. Вот этой штуки. Это у нас получается 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 литников Spartan. 6 литников Spartan. Это у нас есть. И давайте-ка смотреть. Вначале уберем мелкие литники и посмотрим на крупные. Что у нас здесь присутствует. Первый литник. Это у нас здесь. Обратите внимание. Значит, это у нас, как бы, края траков танка. То есть, у нас идут вот эти, вот эти, вот эти, вот эти вот части. Они достаточно крупные. И двери, которые у нас закрывают баковинки танка. Вот тут и вот тут. Из интересных уже более таких деталей. Это у нас есть, во-первых, здесь у нас апгрейды, которые для лоялистов и трейтеров. Ну, точнее, в данном случае здесь скорее для кулачков и для сынов Хоруса. Жалко, что именно только для них. Но, тем не менее, даже для них сделано очень красиво. То есть, обратите внимание, насколько классно детализированы здесь символы. Вот здесь вот они супер объемные. Вот этот вот у нас глазик такой, глазик сякой. И тут вот эти вот орлы, прямо аквилки. Выглядит все круто. Также у нас здесь есть детали от мужика, который высунулся сверху. У нас здесь есть планшетики. То есть, у нас здесь две руки, которые держат их. Это не особо интересно. Но у нас есть здесь вот два планшета. То есть, планшет для правой и для левой руки, соответственно. Вот такие вот. На одном какие-то кусочки пиццы непонятные. А другой он как бы держит. И здесь у нас вот такой вот какой-то своеобразный пультик получается. Вот какой-то такой вот пультик. Причем рук здесь много. Здесь четыре у нас руки. То есть, две здесь и две вот тут вот по краям. Это первый литник. Второй литник у нас содержит в основном задницу. То есть, у нас вот это вот задние части, выхлопы. Тоже кусок жопы, тоже кусок жопы, днище. И куча-куча-куча-куча-куча гусениц. Также у нас здесь курсовое орудие. Есть вот сама, собственно, башенка от курсового орудия. Здесь у нас хбшки, если мы хотим сюда вставить их. Хэви флеймер или лазочка. Вот тут у нас по вооружению. Ну и в принципе это все на этом литнике. То есть, в основном здесь все из гусениц состоит. Это у нас боковины. То есть, у нас здесь боковины, видите, дверки. Вот, которые закрываются теми люками. Места крепежения спонсонов. Куски еще у нас здесь есть гусеничек. Тоже выхлопы, кусочки. Кусочки корпуса. Кусочек верхней части жопы, как бы это странно не звучало. И, по сути, все, что есть на этом литнике. То есть, просто у нас куски больших, таких больших деталюшек. Это у нас литник передней части корпуса. То есть, у нас верхняя часть корпуса самая. Но перед именно ее. Это как бы передние боковинки. Внутренние. Вот это у нас наружные. Вот эти вот боковинки наружные. Рампа спускающаяся вниз. Здесь у нас рампа, собственно, открывающаяся ее верхняя часть. Точнее, нижняя. Вот эта верхняя. Вот, обратите внимание, вот она вниз, как бы это в землю открывается. А эта наверх открывается. Это у нас дверь, как бы входная. Вот так вот выглядит. И кусочек еще днища. Вот тут у нас. И тут кусочек верха. А это у нас вот сюда вот установлено курсовое орудие. И закрывается сверху вот эта крышечка. Вот такой вот шпольк. Вот. Получается, что получается. Вот. Это у нас все еще не все. Потому что у нас здесь есть еще один литник. Это у нас чисто спонсончики. Тут, то есть, просто у нас квадласки собираются. То есть, как вы видите, здесь у нас по две ласки. Ну, по две линкованные ласки, из которых собираются квадласки. К ним вот такие вот кусочки корпуса, которые крепятся вот с этих сторон. Кабели, куски стволов, крепежи и прочее. Причем обратите внимание, что эти спонсоны собираются так, что после сборки вы их просто как бы накручиваете сюда. То есть, магнитить именно вот к этому месту их не надо. То есть, вы просто ставите, поворачиваете, замок все закрылось и держится хорошо здесь. То есть, в этом плане прямо очень удобно сделано. Ну, и сделаны они гораздо лучше, чем, например, старые от лендрейдеров спонсоны. То есть, спонсоны здесь прям хороши и очень хороши. И последний линник у нас здесь, это у нас такой своеобразный апгрейд. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть такой отвал, красивенький отвальчик. У нас здесь есть Havac Launcher Ересевый. Вот он у нас состоит из нескольких деталей. У нас есть Hunter Killer Miesla, вот здесь состоящий тоже из нескольких деталей. У нас есть классные дымы. Вот эти вот, причем такие они жирненькие, тяжелые, прям такие дымы. Классный фонарик есть тоже тут, достаточно крупный. У нас здесь есть, собственно, мужичонка, который сидит наверху, вот спинка его. Вот у нас от него руки. Причем, заметьте, что на руках детализированы даже плечи. Хотя они, по идее, должны быть закрыты наплечниками. Вот, собственно, наплечники у нас здесь есть вот такие вот. Это, по идее, МК-2 у нас. И у нас аж целых три башки для него есть. То есть, в шлеме и две непокрытые башки. Один с орокезом, другой без. Что у нас здесь еще есть по вооружению? У нас здесь есть Heavy Flamer, который может быть сверху. У нас здесь есть Multi Melt, у нас здесь ХБХ есть. У нас здесь есть, как бы, комби-болтер. И можно его собирать также еще и в комбике просто. То есть, у нас можно комби-мельт собрать, комби-валькидку, комби-флеймер, комби-плазму. Вот это вот все. То есть, короче, все в комбике собирается. Ну и, соответственно, кусочек у нас здесь еще от Heavy Flamer находится. Также у нас здесь кусочки от именно вот этого оружия большого сверху. Ну, то есть, у нас тут держалка, рукоятки, лючки всякие всевозможные. Вот сами, как бы, нижняя часть вот этого люка. Плюс всякие разные мелкие украшательства есть здесь, которые вот, типа, места для крепления каких-то крюков. И все прочее с этим связанное. На этом, наверное, этот литник можно закончить. Но я бы хотел одну такую штуку вам рассказать. Интересно, что здесь, если потом мы обратимся к инструкции. Но пока вам так покажу. Что, судя по этим литникам, получается так, что с большим шансом мы все-таки получим пластиковый набор и Тифона, и Церберуса. Ну, если они останутся, конечно же. Почему? Потому что, в идеале, модель здесь собирается так, что, вот, если не будет этого литника, то это у нас, как бы, нос. Именно нос танка, который, как раз у нашего Спартана отличается от Церберуса и от Тифона. Соответственно, ГВ может вполне себе выпустить вот такие же брейдпаки. То есть, для Церберуса, для Тифона, вот такой же один литник, который будет собираться из него нос. Потому что здесь, по сути, на этом литнике, именно носовые детали, в основном, находятся. То есть, у нас чисто все вот это для переда. Если его, соответственно, не будет, сюда можно будет ставить стволы. Вот, так что, возможно, это указание на то, что мы ждем прямо уже Церберус и Тифон. Что ж, давайте-ка смотреть, что у нас дальше там. Вот такой вот листочек, но это не особо интересно. Просто листок, он здесь у нас разделяет, на самом деле, книжку, чтобы не повредило от литников. Но сзади здесь можно посмотреть вот пример армии и новых наборов, которые здесь есть. Дальше, наверное, самая интересная часть, это, конечно же, рольбук. Мы уже его отмыли, отспыли. Мы его достали из пленки. Рольбучик красивенький. Замечу, как и у всех сейчас делают его, то, что он такой у нас матовый. Но при этом у нас, собственно, сама надпись и Space Marin'чики здесь, они у нас глянцевые. Я не знаю, вам будет ли это, оно вам видно вот так вот, видите, как переходит цвет. Вот такой вот он у нас есть. Что по самой книжке, можно сказать, ну, как и в стандартном УГВ, очень красивая печать. Хотя вот здесь вот что-то она дерьмовенько выглядит. Но дальше у нас все как бы по классике. Книжечка сама по себе, сделанная крайне красиво. То есть у нас здесь идут бэковые вставки. Здесь у нас много описаний легионов, много красивых картиночек. История у нас здесь есть. В принципе, здесь как бы вся ключевая информация у нас по Ереси есть. То есть вы можете здесь вычитать. Тут про марки брони, про все, что вы хотите. Здесь вот про легионы у нас как раз идет кусочек. Про каждое здесь краткое описание вам дано. Очень, в принципе, прикольно сделано. Хотя, конечно, неудобно с собой таскать такую книжку. Ну и, естественно, у нас потом в какой-то момент начинаются здесь правила. То есть у нас идет вот так вот, вот здесь, да, по-моему, начинается. У нас начинаются корные правила. И дальше вот это вот у нас все. По сути, это все правила, 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 правила. Идут еще правила, еще правила. А дальше вот пошли уже красивейшные части. То есть здесь у нас как раз показываются примеры армии вам, описание какое-то, конверсии там, которые применяются. Ну и прочее, прочее, что вы хотите, может быть, вы хотели бы посмотреть точнее. Вот у нас тут кустодианцы. И еще дальше у нас уже правила для миссий идут. И какие-то общие правила. Вот такая вот штукенция. Хорошая, на самом деле, книжка. Правда, единственный минус, конечно, супертяжелая. То есть книжка здоровая. Где-то тут нет, нигде не написано ничего. Но страница в ней до хрена. Весит она, блин, килограмма два. Наверное, даже, может, больше. Вот. Ну такая, короче, увесистая. Можно, если что, противнику в голову кидать. В принципе, возможно, он не переживет такой бросок. Так что лучше не кидайте, а то мы знаем, что с вами будет за это. Листочек декалей. Но, на самом деле, достаточно грустненький листочек декалей. Почему? Во-первых, потому что у нас здесь есть только два легиона. Соответственно, это у нас кулачки и дети Хоруса. И это уже, как бы, немножко грустно. Так еще и они какие-то очень все прям печальные. Плюс они буквально в смысле черно-белые здесь. Хотя бы для Хорусовских детишек можно было сделать и золотые. У них были золотые декальки. Почему? Часто не сделали. Ну, просто потому что. Вот почему-то им захотелось. И инструкция. Причем, хочу что отметить. Не то, чтобы, как бы, претензии. И для меня не проблема, но для кого-то может казаться, что это немножко дешевизна набора. То, что почему-то инструкция у нас выполнена здесь на обычной такой газетной бумаге. И черно-белая при этом еще. То есть, до этого обычно, если мы смотрели инструкции в каких-то стартерах, они были все такие глянцевые, как журнальчики. Вот, собственно, как Рульбук мы сейчас смотрели. И цветные. Здесь они, как видите, не такие. При том, что очевидно, что у этого есть цветная версия. Потому что здесь даже в инструкции, вы видите, здесь у нас световая дифференциация. То есть, у нас есть детали, которые уже собраны. Они менее такого, как бы, насыщенного цвета. А вот эти, которые мы сейчас собираем, они обычно такие яркие-яркие синие. Но здесь почему-то нет. Может быть, в дальнейшем это просто потому, что у них общая инструкция. Она вот такая. А вот, например, в коробочках инструкция для тех же тактикалов, которые у нас здесь есть, она уже будет у них там, наверное, цветной сделана. Опять же, не то, чтобы проблема, но вот почему-то оно так сделано. И ладно. Хотя цветные инструкции глянцевые, они сейчас практически во всех наборах в АКЕ есть. Поэтому это меня, наверное, удивляет. Ну, а так, это, по большей части, просто инструкция. И в конце здесь есть базовые правила для юнитов, которые здесь присутствуют. Но учтите, что они сильно урезаны. То есть, это не прям те правила, по которым я бы вам советовал играть. То есть, достаньте себе книжку с правилами легионов, и там уже посмотрите полностью все. Хотя для совсем базовой игры, вот просто научиться обкатать механики, это, в принципе, подойдет вам. Также, естественно, абсолютно бесполезный какой-то буклетик для того, чтобы вы купили книжки по Елиси Хоруса и про каких-то примархов здесь. Но, не. Две вот такие вот идентичные штучки. Что это такое? Объясню. Это у нас такая краткая памятка, которую лучше носить с собой, где у нас указаны основные вещи, которым могут вызываться какие-то вопросы. То есть, у нас здесь, видите, вещи, связанные с фазами игры. Здесь вот у нас, например, вот на этой развороте самое важное, что здесь есть, это вот эта вот таблица повреждения техники. Это очень важно. Помнить это, ну, точнее, помнить это тяжело. Поэтому, вот вам, пожалуйста, хороший пример. Ну, и вот, например, таблички To Hit To Wound. Стоит, причем сказать, вам сложно будет передать на камеру, но она сделана из такого плотного глянцевого картона. То есть, очень качественная штука, на самом деле, приятненькая на ощупь, при этом такая она софт-тачевая. Вот. Таскать ее прикольнее. И стоит отметить, что их здесь две. Так как у нас набор не совсем, вообще-то, стартер, да, он у нас, скорее, все-таки и для соло игрока подойдет. Но, если вот у вас есть друг, то можете спокойно ему отдать одну такую. Или, даже если вы ходите куда-то на игру, просто таскать два таких листка с собой. И одну использовать себе, а другую давать оппоненту, если он тупит, и вот ему там табличку не может вспомнить, как работает. Вы ему такие, на, смотри сюда, а потом забираете его. Очень прикольная штука. Вот, на самом деле, ну, как бы, хи-хи-ха-ха, но штука очень полезная. И хорошо, что он здесь находится. Также набор кубасиков с абсолютно стандартные кубасики. Беленькие, в принципе, неплохие. И, причем, их не так уж и мало здесь дано. 20, причем, здесь кубасиков. Это вам должно хватить, в принципе, с головой на игру. Плюс есть скатер дайс. То есть, все, в принципе, необходимо, у вас здесь есть. И, причем, да, важно 20, потому что обычно в старых наборах стартерных они давали меньше кубов. Типа, сейчас вот обычно 12 было. Теперь вот у нас 20. Можем прям разойтись. Ну, и действительно, неплохие кубы. Если у вас других нет, то чего бы и не использовать их. Ну, и у нас здесь прорва-прорва-баз. То есть, у нас здесь есть одна 60-миллиметровка для нашего дредноута. И целая-целая гора. 40 с лишним 32-миллиметровок. И 10 еще 40-миллиметровок для терминаторов. Вот какая-то такая коробочка. Также скажем спасибо Голдфишу за предоставление этой коробки у нас на Unbox. И также, если у вас возникло желание вдруг приобрести себе такую коробку, то ссылочка будет в описании, где вы, соответственно, сможете ее там же у них приобрести. Также по возможности они постараются добавить возможность покупку наборов из этой коробки в распил. Но об этом будет сообщено позже. Как-то так. Берегите себя и свои миньки. Субтитры сделал DimaTorzok